Баба-Яга, массовик-затейник. Так открывают детский лагерь в школе номер один. В этом году здесь отдохнут около 200 ребят, на 50 больше, чем в прошлом. При этом смен две, а не одна. В этом году программу обновили полностью. Много мероприятий посвящено Году экологии и 80-летию образования Краснодарского края. Это конкурсы, викторины, квесты. С 8 утра дети у нас до половины третьего с двухразовым питанием горячим. Питание у них полностью бесплатное. У нас кружки полностью бесплатные. В принципе, родители платят только за дополнительную организацию экскурсий. Кружков 10. Это самый первый шаг в авиамоделировании. А здесь ребята занимаются творчеством под аккомпанемент. Иван Серый закончил музыкальную школу. Узнал, что в первой общеобразовательной нужен учитель музыки. Решил попробовать. Здесь идея в том, чтобы ребята рисовали, а в перерывах слушали скрипку. Я стараюсь привить детям любовь к искусству. В первую очередь, любовь к музыке. Они ведь где слушают музыку? В основном в интернете. А там редко встречается, особенно сейчас YouTube, в трендах. Поэтому я стараюсь играть им хорошую музыку, чтобы они слушали, рисовали, развивалось у них творческое мышление. После смен дети по желанию и согласия родителей смогут отправиться на две недели в палаточный лагерь на Утриж. У Виктории Рудаковой сын отдыхает здесь третий год подряд. Во-первых, здесь очень душевно, по-семейному, так сказать. И я самая для меня определяющая, факт ребенку нравится или нет. Он мне говорит, мама нравится, хочу. Без проблем определяем каждый год именно сюда. Попробовали, понравилось. Он бежит с удовольствием, спрашивает в выходные, а когда? Когда в лагерь? Вот видите по реакции. Как рассказали в городском управлении образования, детские лагеря будут работать в два потока. В первом смены открылись в 16 образовательных школах, а во втором детей примут уже 29 школ. Всего в этом году лагеря дневного пребывания примут более 4 тысяч юных анапчан. Продолжение следует...